Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шаститко. И мы начинаем новое видео. И традиционно мы говорим, как вы видите, о телефонах Lumia. Уже не будем говорить Nokia. У некоторых уже, как вы видите, и пропала даже с экрана надпись Nokia. Ну что ж, теперь будет серия называться Lumia. Здесь у меня, если так можно выразиться, Full House, 3 телефона одного типа, 2 телефона другого типа. И это значит, что будет сейчас сравнение. На самом деле, 15-20 здесь несколько лишний телефон, поскольку он уже достаточно старый. Хотя пора уже снять его обзор эксплуатации за 9 месяцев. И вы видите, 4 оставшихся телефона. Это практически вся линейка 30-ок. 630-е, 730-е, 830-е и 930-е. Отсутствуют 530-е и 535-е. Ну, их просто нет. Зато есть 730-е. Обзор, который начальный. Я думаю, вы посмотрели. Еще я планирую и игры, и подробные обзоры. Все это успеть до Нового года, чтобы вы могли купить что-то хорошее себе в подарок на Новый год. Итак, 30-е телефоны. Даша, вы выключаетесь. Кто вам сказал? 30-е телефоны. Такие вот они у нас есть. Напомню, что 630-е является самым дешевым вариантом. Ее цена там 150-130 даже сейчас евро, в зависимости от курса доллара. Рядышком с ним находится 730-е. И она чуть дороже, около 180 евро получается. Да, мне сложно сказать в долларах. Ну, короче, в Украине, да, около 180 евро. При том, что в Европе она стоит 240 евро. Дальше у нас следует 830-е. Ее цена уже переваливает за... Сколько же она там переваливает? Ну, короче, хорошо там переваливает так. Ее цена уже около 300 евро. И дальше около 400 евро 930-е. Хочу еще раз напомнить, что все они построены на процессорах Snapdragon. При этом отличаются тем, что 630-е, 730-е и 830-е построены на одной платформе. А именно это Snapdragon 400-е, 4 ядра, 1,2 ГГц, Contex, Cortex. А седьмые процессоры с графикой Adreno 350-е, да, 305-е, извиняюсь. С 930-е все немного не так. Это самый производительный, ну, линейка самых производительных процессоров. Snapdragon 800-е, 2,2 ГГц, тоже 4-х ядерные. И это Crate 400. Таким же, почему я не делаю сравнение, является и 1520. Надеюсь, что выпустят 1530 с клавиатурой аппаратной. Вот это мечта. Мечта идиота. Сделайте, пожалуйста, мне вот так аппаратную клавиатуру. Будет просто бомбический телефон. Да, это основное отличие. То есть 930-е, совсем другая аппаратная платформа. Очень производительная платформа. 830-е, 730-е, 630-е. Одинаковая платформа. Единственное, что их отличает друг от друга, это то, что они просто по-разному оснащены. При этом эти три телефона, да, обладают практически одним производительностью в Antutu. Около 11-12 тысяч, в зависимости от того, как мерять. Сколько мерять, когда мерять. Так, надо взойти. Это меня... А, ну да. Настройки мы сейчас... Блокировку экрана. Через минуту. Кто тебе сказал, через минуту? 30 минут. Стой. Так, теперь ты. Что у тебя? Блокировка экрана. Через минуту. Ну, какая минута? Я тебе дам минуту. 30 минут. Вот, теперь хорошо. Да. Так вот, эти три имеют абсолютно одинаковые практически показатели. Около... 12... 11-12 тысяч в Antutu. Для Windows. Да. Не стоит сравнивать с новыми Antutu, потому что здесь не обновили пока что Antutu. Но мы все еще ждем. Посмотрим, как он выйдет. 12 тысяч, да. Этот показывает 25-27 тысяч Antutu, 930 за счет совершенно другого процессора. Еще раз, 630-730 одинаковый процессор. Дальше их отличия начинаются в оснащениях. Здесь стоит 630-512 мегабайт памяти, 730-813 по 2 гигабайта памяти. Хранилище тоже 8 гигабайт, 8 гигабайт, внутреннее, хочу сказать, хранилище 8 гигабайт, 8 гигабайт. Здесь у нас 16 гигабайт, здесь 32 гигабайта и 2 гигабайта памяти. Ну, то есть, как бы продвинутая, мощная, как вы понимаете, система. Еще одним основным отличием этого набора, да, и не в пользу, кстати, 930 является то, что здесь у нас сейчас есть поддержка microSD. Здесь, здесь и здесь. Здесь поддержки microSD нет. То есть, вы поставить карточку и расширить эти 32 гигабайта хранилища для того, чтобы там больше хранить музыки, фоток, видео. Устанавливать туда приложение, этого нет. Здесь можете установить microSD и, соответственно, работать с ней, устанавливать приложение на microSD. Напомню, что Windows Phone 8.1 поддерживает установку на microSD всех девайсов, которые вам нужны. Ну, и еще одна особенность отличия этой серии, да, и так, и так. Это две, два девайса, которые являются дуал-симами в 630 и 730 по две сим-карты. И это обыкновенные микро-симы. В 830 и в 930 по одной симке поддерживается. И это нано-сим. Причем, хочу еще раз напомнить, что у Nokia свой подход к микро-сим, к дуал-симам. Это, напомню еще раз, так называемый стендбай. Система ожидает вызов. То есть, когда вы звоните, вам звонят по одному телефону, вторая симка будет просто говорить, что занята, а не нет связи с мобильным оператором. И, в принципе, вообще, честно говоря, да, мне больше всего нравится 830. Она самая стильная по дизайну. Она оформлена очень хорошо с вот таким вот люмениевым корпусом. Поскольку куча людей, да, люмений самое легкое в мире железо. Поскольку куча людей постоянно меня поправляет и говорит, люмений это не железо. Хочу еще раз рассказать этот анекдот. Он пришел из советской армии, не знаю, что там, в современных армиях, но, скорее всего, ближе. Хотя сейчас в американской армии и в натовской армии я пообщался. Все очень плохо с точки зрения того, что там уровень лейтенанта и выше, по-моему, ближе к айтишникам. Неважно, да. Люмений самое легкое в мире железо. И анекдот про то, что старшина собрал взвод. Говорит, так, сейчас идем на станцию, будем разгружать люмений. Самое легкое в мире железо. Тут ему поправляет, товарищ старшина, не люмений, а алюминий. И это не железо, это другой металл. Так, как мне пишут в комментариях, на что старшина говорит. Значит так. Сейчас весь взвод идет грузить люмений. Самое легкое в мире железо. А самый умный, этот, предовой Иванов, пойдет грузить чугуни. Самое тяжелое в мире железо. Ну, примерно вот так, да. Так вот, несмотря на то, что по дизайну, оформлению и так далее, 830 мне нравится больше всего, честно. Все же я выбрал для себя 730, ну или 630 предварительно. Была теперь 730. Почему? Потому что здесь Dual SIM. Мне нужен Dual SIM. Это основной выбор мой, да, то есть, который. И хочу напомнить, что если спрашивать, почему там я перешел с 630 на 730, да, 1 гигабайт памяти вместо 512. Несмотря на то, что здесь всего хватало, здесь теперь будет хватать больше. Плюс, как вы знаете, жаба, она такая, когда можно сэкономить лишние 60-70 евро на покупки, почему бы не приобрести. Именно Dual SIM сделал выбор, ну и плюс мне все-таки нравится дизайн. Он мне очень напоминает дизайн той самой 800-ой Nokia Lumia, которая была у меня раньше. Он хорошо лежит в руке, но смотрится больше 830-ая. Поэтому, если выбирать, вот, допустим, из доступных вариантов, да, и у вас цена там плюс-минус 100 евро не является критичной, я бы обратил внимание именно на два телефона. Хотя 830-ая выглядит более строго, более так бизнесово. Поэтому, если вам для бизнеса 830-ая, для личного пользования 730-ая, ну, если не идет в разговоре о том, чтобы иметь Dual SIM, понятно. Причем, заметьте, дорогие модели считаются, что у вас одна симка, вы не заморачивайтесь двумя симками, там, переключением их, переставлением и тому подобное. Вот, это про симки и разница между 730-ой и 830-ой, почему я взял все-таки 730-ую, хотя, еще раз хочу сказать, все-таки 830-ая мне импонирует больше. Теперь дальше, экраны. Экраны у нас во всех телефонах сейчас большие, да, 4,5 дюйма в 630-ой, 11,4 сантиметра, 4,7 дюйма у 730-ой, кстати, здесь IPS, а здесь OLED, не AMOLED, но OLED, и он дает очень красивый, если вы посмотрите, черный цвет, не серый именно, а черный. Давайте чуть-чуть приблизим. Да, 4,7 дюйма, это 12 примерно сантиметров, и, соответственно, у Nokia Lumia 800-ой опять IPS-овская матрица, 5 дюймов у 930-ой, AMOLED-овская, но дешевая матрица, тоже 5 дюймов, что дает около 13 сантиметров. Слушайте, как-то мало говоря, что это примерно статистически, да, 13 сантиметров. Как люди с 13 сантиметрами живут? 8 дюймов должно быть. Ладно, это я уже о другом. Да, ну, в общем, 5 дюймов, 8 дюймов размер имеет значение. При этом разрешение экрана в самом дешевом 630-ом, 480 на 854, напомню, что эти 854-54 в конце появляются, потому что здесь есть нескрываемая панелька управления. Нет аппаратных клавишев, есть клавиши, которые выводятся на экран. В 720-ой и 830-ой разрешение HD, да, то есть 720 на 1280, при этом у 730-ой есть панелька, которая прячется. Я уже, кстати, у нее там две опции, я ее переключил на жесты, потому что вот эту кнопку тут спрятать, панельку, я постоянно промахивался, нажимал Back. Мне не надо. То есть я сделал жест. Один жест показывает, второй жест прячет ее. То же самое, да. И панелька убирающаяся. 830-ая, 1280 на 720, HD-шное разрешение с аппаратными клавишами. Не надо никаких панелек. 930-ая, как топовая модель, да, это 1080 на 1920 с аппаратными клавишами. Все телефоны Gorilla Glass 3 плюс Clearback, ничего другого нет. При этом клавиши, да, кроме всего прочего, напомню, что у 630-ой и у 730-ой клавиши только качалка громкости и включение-выключение. Вот здесь вот, да, и кнопки аппаратной камеры нет. В 830-ой она есть, в 930-ой она тоже есть. Но в процессе использования, в процессе использования 630-ой я очень быстро нашел выход. Это вот, как вы видите, всплывающая панелька, куда я вынес камеру с настройками 8.1. То есть у 8.1 вы можете выносить, в данном случае тоже камера. А здесь, например, по умолчанию другие настройки. Но вы сами решите. Ну, эти настройки, понятно, переехали с одной, с телефона в другой. Если вы посмотрите извлечение из коробки Nokia Lumia 730-ой, поймете, почему настройки одинаковые у двух телефонов. И еще один интересный момент. Это так называемая заставка глянц. Да, вот она у меня на 15-20. Вы видите время, вы видите там мой календарь, вы видите нотификации, сколько пришло, вы видите там погоду. Она светится, но это не, еще раз, не экран, да, это всего лишь как бы отображение такое. Вот сам экран, да, фактически. Его копия на черном экране, вот там при движении, либо временно, либо еще каким-то образом. Очень удобно. Но 630-ая, 730-ая и 930-ая, несмотря на то, что она самая дорогая, режима заставки не имеет. Амолед 830-ая имеет. Почему так? Потому что в 930-ой там амолед, но он более дешевый амолед. И, соответственно, как это сказать, пожлобились на то, чтобы он, ну, экран экономно работал в режиме заставки. Вот такие вот вещи, да. Там, в принципе, мне сейчас все равно, какой экран, даже 480 на 800, ну, 854 в 630 меня вполне устраивал. Тут дело в том, что даже более высокие разрешения, там, выше 720 на 1280 на мелких экранах неудобны. Я могу сказать, что вот реально 1080 на 900, 1920, хорошо, как в Nokia Lumia 15-20, да, с ее 6-дюймовым экраном, близким к хорошему размеру. Вот. Другие варианты, ну, так себе. Поэтому не стоит мериться разрешениями. Чем больше на 5-дюймовом экране, тем все-таки по мне, ну, я не вижу. Вот мне говорят там, там, посмотрите, видны пиксели. Ни хрена я не вижу. Может, у меня уже в 40 лет зрение плохое, но врачи говорят, что нормальное, 100% зрение. Ну, нет этого там вот выдающегося там качества, которое кто-то видит, кто-то не видит. Такие вот вещи. Поэтому, выбирая, я еще раз хочу сказать, что 830, она больше бизнесовый телефон, 730, она больше такой пользовательский телефон, дешевый телефон, вот 630, пользуйтесь всегда, пожалуйста, отлично себя зарекомендовала за полгода. Я очень и очень девайсом доволен, но если вы хотите топ, очень быстрый, очень мощный, запантоваться и тому подобное, при этом немного не сбалансированный, это 930. Теперь с камерами, да, то есть тоже один из критериев выбора, сейчас вы узнаете какой, я выбрал себе 730, а не 830, почему? Потому что здесь 5 мегапикселей, здесь 6,7 мегапикселей, здесь 10, здесь 20 мегапикселей, при этом там разрешение 2600 на 2000, что-то 3 на 2000 с копейками, да, здесь 3500 на 2600, здесь 5000 на 3700. Вот, но здесь просто стекляшка 1 к 4 дюймам, здесь стекляшка 1 к 3, нет, здесь уже Carl Zeiss, то есть хорошая, 1 к 34, 3, 4, да, здесь такая же камера, матрица 1 к 3, 4 Carl Zeiss, но здесь есть уже оптическая стабилизация, здесь 20 мегапикселей и камера 1 дробь 2,5 дюйма с тем, что называется ультрапикселями 1,12 ультрапикселей, да, при этом тут Pure View, Dual Capture, то есть когда делаются две фотографии, одна в 5 мегапикселей интерполируется картинка, а другая делается ровно полноценная, вот та, которая была на 20 мегапикселей, снимая все пиксели. Но, да, то есть казалось бы здесь хуже, но я выбрал это, вспышки, кстати, здесь нет, здесь есть, здесь есть, здесь дуальная вспышка, но видео 720p, 1080p и стереозапись, 1080p и стабилизация, поскольку есть у камеры оптическая стабилизация, 1080p, стабилизация, стереозапись, бла-бла-бла, но вот тут вот приходит главный капец, а главный капец в этом деле это то, что называется селфи. Здесь вообще передней камеры нет, можно не запускать, здесь передняя камера 5 мегапикселей и Wide, Wide, да, ключевое слово Wide, объектив, делающий хороший захват, в хорошем смысле этого слова. Я вот сейчас включаю раз, вы видите потолок, да, я сейчас включаю селфи 2, а здесь селфи, и я включаю люмия селфи, а где люмия селфи, что не будет люмия селфи, утилита люмия селфи не установлена, обидно, ну что ж, придется включить просто камеру и переключить ее на, пропустите, окей, и переключить ее на лицевую камеру. Смотрите, насколько, да, я сейчас поднесу рожу лица, видно, насколько вот это вот, меньше вот этих и вот этих, поскольку объектив, как вы видите, захватывает очень широко, да, то есть здесь, здесь я совсем маленький, здесь он даже вот эту вот, небольшую, проводок захватывает, которого не хватает здесь, здесь рука, он аж куда уходит, да, здесь, вон палец, видите, видно, не видно, вот так вот, поэтому говорить о том, что, ну, пришло время селфи, да, поэтому говорить о том, что 6 мегапикселей, в принципе, хватит для нормальных фотоаппаратов, фотоаппаратов, и расшарить их в молодежной среде, вот можно так вызваться, да, высказаться. Но, мне интересно делать дальше селфи, я буду делать селфи, и для того, чтобы в этот селфи влазила не только моя морда, но и то, где я был, например, я и музей паровозиков Маркен, я там и Мюнхен, я и коллеги, я и дата-центр, я и девочка, я и белочка, кто поймет юмор, тот поймет, вот, это все для меня перспективно, да, поэтому, интересно, поэтому я взял, именно выбрал для себя 730 с ее селфи 5 мегапикселями, да, селфи побеждает, почему нет, пусть будет, ну, и плюс, опять же, даже тот же скайп, когда я делаю что-либо, снять там видео, где я сижу, тоже хорошо. Время работы. Это показало себя хорошо по времени работы. Хочу сказать, что полтора дня, в принципе, ему хватает для моих задач. Напомню, что здесь аккумулятор 1800 мАч, тут 2240, тут 2200, тут 2400, причем этот, этот и этот съемный, вот этот девайс неразборный. Все говорят, это разборно, да, с отверткой можно все разобрать, а еще если автогеном воспользоваться, то вообще капец как будет, круто. Это все можно сделать и обеспечить соответствующую замену. При этом время работы в телефоне, там, это 16-13 часов, в зависимости от 2G, 3G, это 22-17 часов и 60 часов работы в музыке, это 58, это 13-15 часов и 78 часов, это 11-15 часов и 75 часов работы. То есть, в принципе, в принципе, по большому счету эти два телефона работают на музыке, там, если ничего другого не делать, близкие показания, да, то есть, и эти тоже близкие показатели. Вот такой вот подход. Ну и размер вес, на самом деле для меня важны два параметра в размере и весе. Это один из них, это толщина, причем, ну, они тут все сейчас лежат и кажутся одинаковой толщины, можно сказать так, это 9 миллиметров, даже 9 с копейками, там, 9,1 или 9,2, это 8,7, это типа самая тонкая 8,5, это самая толстая 9,8, по-моему. И вес, да, самое интересное, что вот это вот тяжелее, чем вот это там на 5 грамм, 135 грамм, 130 грамм, это 150 грамм, а вот это вот 170 грамм, ну, тут и аккумулятор помощнее, и корпус там полностью алюминиевый, ну, дизайн, да, то есть, как бы, вот этот и вот этот для меня больше всего приоритетный, ну, не знаю, почему-то мне не нравится, ну, не то, что не нравится, ну, как-то так вторично выглядит 930-е, а первично выглядит 830-е, и также выглядит очень по-нокиевски и очень по-люминовски 730-е, тот стиль, который был заложен, может быть, у меня ностальгия по 900-е и 800-е Нокии, но тот стиль, который был заложен, вот он здесь, может, у меня привычка держать такие телефоны в руках, вот эти два телефона я считаю наиболее интересными, но в любом случае я одену чехольчик на него кругленький, зачем же бить-то девайс, посмотрим, как оно будет, поэтому, да, если говорить о бизнесовом стильном телефоне, то можно говорить о 830-е для повседневных дел, плюс люминей, плюс вы можете подобрать разные цвета, если говорить о молодежном или там просто личного пользования, то это 730-е, все будут жаловаться на кнопки отсутствия фото, но, опять же, хочу сказать, что она только улучшает лежание в руках и упрощает мне задачу тестирования, поскольку я обычно, знаете, когда стягивал телефон резиночками, всегда попадал на клавишу нажатия включения телефона, теперь я ее нажимать не буду, ну и хочу напомнить, что я планирую сделать обзор, да, то есть я, скорее всего, возьму 930-ю, возьму или все-таки 830-ю, сложный вопрос, 930-ю, 830-ю, а я думаю, что 630-ю уже сравнивать не надо, потому что я ее сравнил, посмотрите, есть описание, видео, да, где я в орбите, это такой заброшенный, недостроенный городок атомной электростанции Чигиринской ЧАЭС, вот, там есть видео сравнение, я думаю, что я сравню 730-ю, 830-ю и, как эталон, 10-20, ну и, может быть, 15-20, почему? Потому что 15-20, на самом-то деле, как вы знаете, и 930-я имеют одинаковое оборудование с одинаковыми всеми фичами, типа PureView. Кстати, да, забыл еще сказать, один момент для любителей музыки, часто задают и говорят, что, а почему вы не озвучиваете, эти два телефона имеют джек 3,5 миллиметра просто для наушников, а вот эти два уже в настоящий момент являются в том числе и Dolby Digital Plus, то есть на выход Dolby Digital Plus, кто захочет послушать, тогда 830-ю. Ну, вроде все рассказал еще раз важные вещи, вот это вот один и тот же, одна и та же платформа, один и тот же процессор, просто чуть-чуть меньше памяти, больше памяти, ну, одинаково по гигабайту памяти, здесь хранилище 8.8, здесь 16, везде микросимки, расширяйте хранилище. Дальше уже наполнение, здесь оригинальная передняя камера, здесь более мощная задняя камера, здесь Dolby Digital, здесь нет, это стильнее выглядит для бизнеса, это стильнее выглядит, по-моему, так, более молодежно и просто приятно лежат в руках. Вот такие вот подходы, ну, а это, если куда-то хотите потратить деньги и иметь топовый телефон на сейчас, 930-е, 15-20, надеемся, что выйдет 15-30 и, опять же, эти два Dual SIM, что часто молодежи полезно, которая звонит или звонит или звонит, телефонуя, как кажуть в Украине, и чего лая, валаты, за валаю, валаем, это по-словацки, да, на разных операторов, чтобы были разные тарифы, все это возможно. Ну что ж, будем прощаться, напомню, что с вами был я, Игорь Шаститко, это был обзор телефонов Nokia Lumia 630, 730, 830 и 930. Вы узнали основные отличия, мои предпочтения, да, то есть моя душа склоняется к этим телефонам, не то, что я жадный и не могу заплатить за этот, ну, как-то вот они как-то ближе, тем более, что еще раз хочу сказать, что эти сбалансированы за счет microSD. Отсутствие microSD для меня является принципиальным показателем невозможности расширить телефон и нормально с ним работать. Вот такие дела. Всего хорошего, до свидания, не забывайте задавать вопросы, не забывайте смотреть сравнения там 830, 930 и 1520, как топовых моделей, то есть не забывайте смотреть обзоры 930 и 730, все это есть внизу в описании к видео, я думаю, все вам понравится и ждите других обзоров, задавайте вопросы. Все, шарьте видео, лайкайте видео, подписывайтесь на мой канал, всем удачи, пока, счастливо!